В Украинской столице 15.00 мы продолжаем рассказывать о происходящем в Украине и мире и далее о главных событиях к этому часу. Российские власти не предоставляют информации, где содержат Романа Сущенко, незаконно осужденного украинского журналиста. 10 дней тому назад этапировали. В Москве с Лефортовского СИЗО его перевезли в матросскую тишину, в так называемый сборный пункт, рассказал его защитник Марк Фегин. Дальнейший его маршрут пока неизвестен. Собственного корреспондента Украинформа обо Франции Романа Сущенко в нарушении международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве. По версии ФСБ Сущенко кадровый сотрудник украинской военной разведки. Его безосновательно обвинили в шпионаже. В июне суд Москвы приговорил Сущенко к 12 годам заключения. Украинский журналист все обвинения отрицает. Владимира Балуха планируют сегодня этапировать в колонию. Об этом ЮЭТВ рассказал общественный защитник украинского политзаключенного архиепископ Климент. По его словам, Балуха могут вывезти либо в колонию в Керчи, в аннексированном Крыму, либо в Краснодарский край. Окупационный суд приговорил Владимира Балуха почти к пяти годам заключения по совокупности дел. ФСБ безосновательно обвинило крымчанина в хранении патронов и избиении начальника изолятора. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Где именно будет Володя Балуха пока неизвестно. Эта информация закрыта. Куда направят Володю, знают только в Российской Федеральной Службе исполнения наказаний России. Они занимаются распределением узников по тюрьмах. Поэтому на протяжении недели прояснится, где Володя будет. До 21 увеличилось количество жертв теракта в оккупированной Керчи. В больнице от ранений скончалась девушка, сообщают российские СМИ. Все погибшие опознаны. Российская оккупационная администрация продолжает отрицать факт теракта. Следственный комитет переквалифицировал на статью о множественном убийстве. Это видео одно из немногих, снятое внутри Керченского колледжа во время теракта. Группа студентов и преподавателей ищут выход из помещения, где в этот момент происходят убийства. Туда, туда. Там закрыто, дверь закрыта. Жуля. По данным российских изданий, количество умерших достигло 21-го. В результате взрыва и стрельбы ранены 68 человек. 10 из них в реанимации. В сети появляются новые данные о стрелке. Российские телеграм-каналы распространили видео, на котором Владислав Росляков покупает патроны к помповому ружью. Представители оккупационной российской власти в Крыму уже заявили, в Керчи все образовательные заведения возьмет под охрану Российская национальная гвардия. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Раненым по 500 тысяч. Кроме того, в городе ищут сообщников Владислава Рослякова. Российские силовики подозревают, что он мог действовать не один. 17 октября студент Керченского политехнического колледжа взорвал в учебном заведении самодельное устройство. После искупленного ранее помпового ружья стал расстреливать студентов и преподавателей. Российские следователи назначили ему посмертную психиатрическую экспертизу. Игорь Меделян, ЮЭТВ. Четыре раза с начала суток российские оккупанты нарушили перемирие на Донбассе. Все обстрелы были на Приазовье, в Ливединском, в Одином и дважды в Гнутово, сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк. За сегодня потерь среди украинских военных нет. Вчера ранило двоих. Наемники открывали огонь 17 раз. В частности, под минометный обстрел попали защитники Новолуганского. Это поселок на Светлодарской дуге и Толоковке под Мариуполем. Разведка докладывает, российское оккупационное командование обещает поощрение всем, кто придет на так называемые выборы. Среди местных жителей личного состава, соединений и частей российских армейских корпусов распространяются слухи о предоставлении Российской Федерации финансовой помощи оккупационным администрациям. Якобы в дальнейшем могут повысить денежные выплаты бюджетникам и военнослужащим российских оккупационных войск. Также в подразделениях противников, в которых отработаны списки для участия в голосовании, начали выплату задолженности. Андреевскую церковь в Киеве передали в пользование Вселенскому Патриархату. Такое решение приняли на заседании Верховной Рады. За проголосовали 237 народных депутатов. В этой церкви смогут проводить богослужения посланники с Константинополя. При этом, отметил председатель Верховной Рады Андрей Порубий, храм остается в государственной собственности и памятником архитектуры национального значения. Решение о передаче согласовано со всеми иерархиями и будет способствовать объединению украинского православного сообщества и признанию поместной церкви. Вселенская Патриархия в разное время, по подсчетам историков, имела до 20 различных ставропигий на своей каноничной территории Украины-Руси. Самая известная из них – Успенская Киево-Печерская Лавра, Успенское братство во Львове. Верховная Рада восстанавливает ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, которая будет выполнять роль представительства Патриарха Варфоломея. Ею станет Андреевский храм на Андреевском спуске. Они не только формально презентуют материнскую для Украины церковь, но и осуществляют медиаторскую функцию в процессе создания единой поместной православной церкви в Украине. Полноценная работа этого представительства требует обеспечения сооружением, где посланники Вселенского Патриарха смогут проводить богослужения. Также депутаты в первом чтении поддержали главный финансовый документ страны на 2019 год. За это решение проголосовали 244 парламентария. Подробности узнаем у корреспондента ЮЭТВ Ольги Михалюк. Она на прямой связи со студией. Итак, Оля, ты в эфире. Сколько поправок было внесено в проект бюджета? Здравствуй, Стас. Могу сказать, что с момента регистрации Верховной Рады до первого чтения профильный комитет внес более 2000 поправок. Да, это не все, что предложили народные депутаты. Однако, как по словам представителей комитета, так и правительства, бюджет на 2019 год должен быть взвешенным. Каждая его статья должна быть подкреплена реальной гривной. Сегодня депутаты проголосовали за бюджетную резолюцию. Это и есть то первое чтение. То есть они признали выводы профильного комитета и направили эти рекомендации в правительство для того, чтобы там уже документ дорабатывался до второго чтения. У доходной части возможно увеличение прогнозированных показателей поступлений. Но существуют риски из-за выполнения некоторых программ, в частности от приватизации. Во время рассмотрения между бюджетных отношений при участии органов местного самоуправления и их ассоциации, беспокойство вызывает недостаточное обеспечение финансовыми ресурсами местных бюджетов. Бюджет консолидированный. 1 триллион более 200 миллиардов гривен. Дополнительных предложений у нас на 2 триллиона и 200 миллиардов. Предложений намного больше, чем мы можем себе позволить. Нужно развивать экономику. Но на сегодня бюджет сбалансирован. Мы готовы ко второму чтению вместе с фракциями и комитетом сделать бюджет лучше. Итак, основные показатели государственного бюджета на 2019 год. Доходы на уровне 46,2 миллиардов долларов. Расходы 39,2 миллиарда. На оборону планируется потратить 7,5 миллиардов. На образование 8,6. На медицину 3,3 миллиарда. Рост внутреннего волового продукта на уровне 3% инфляции 7,4%. И минимальная заработная плата 150 долларов. Второе чтение государственного бюджета на 2019 год. По графику должно пройти не позже 20 ноября, а третье и в целом не позже 1 декабря. Коллега. Спасибо тебе. Это был наш парламентский корреспондент Ольга Михайлюк. Она следит за событиями в Верховной Раде. И сакура снова распустилась в Японии. Это при том, что листья деревьев уже опали, а обычная пора для цветения сакуры весна. Такое явление очень редкое. Эксперты говорят, причиной всему погода. Из-за активного сезона тайфунов деревья перестали вырабатывать специальную кислоту, которая подавляет цветение. К тому же в нескольких регионах Японии за последнее время резко поднялась температура до плюс 25 градусов по Цельсию. Я живу здесь более 50 лет, но впервые услышала о том, что Сакура может зацвести осенью. К этому часу пока что все. Актуальная информация о событиях в Украине и мире на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.UA. Следующий выпуск менее чем через 2 часа. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok